Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это игра Терра Тэч, и мы продолжаем развиваться. Что ж, я сегодня начну строить базу, и довольно-таки сложно выбрать место, место для того, где начать строить базу. И я сначала думал, что надо выбрать место где-то около магазина, да, то есть около торговой станции, но потом подумал, ладно, пока что выберу рандомно, а потом, если что, можно будет переместиться. И вот выбрал такое вот место, здесь у нас получается, ну, как бы такая вот зеленая поляна, все закрыто горами вокруг, ровная такая довольно-таки поверхность, и есть вот два вот таких вот гейзера. Очень важный момент, гейзеры, это фишка в том их, что мы можем установить на них, если я не ошибаюсь, да, вот геотермальный генератор, и ставим, и он начинает работать. Видите, гейзер перестает давать пар, так скажем, но и теперь механизм заработал, закрутился, как видите, и теперь он функционирует. Что же он нам дает? Дает он нам как раз-таки электричество. Ну вот сейчас у меня электричество есть только вот в таком вот варианте, так что давайте вот как-нибудь вот так вот сделаем, и как видите, уже началось добавление. Да, давайте еще здесь добавим вот так вот, увеличим мощность, увеличим мощность, вот так вот увеличим, давайте еще вот так вот, и здесь можно поставить перед... нет, кстати, чтобы еще круче было, мы поставим такой дальний генератор передачи, который нам будет заряжать наше устройство. Начало есть, что дальше? Ну, то есть теперь мы как бы обезопасили себя в плане электричества. Что же дальше? Кстати, довольно-таки далеко будет бить этот источник, поэтому мы спокойно можем находиться здесь. Что дальше? Нам теперь нужны якоря. Икоря нужны для того, чтобы как раз-таки прицепить базу к точке, ну, к любой точке. А так как у меня ни одного якоря нет, то это беда. И я сейчас думаю, что... А, нет, вот. Фикси... Ох ты ж, их сюда перенесли? Серьезно? О, не знал. Их перенесли сюда, оказывается. Есть у меня, оказывается, вот большой якорь. Так, окей. Окей, где бы начать мне базу? Вообще, конечно, мне нужна крафтовая база, поэтому, наверное, я ее сюда вот поставлю. Якорь. И здесь мы начнем, как бы, свое путешествие в мир крафта терротэч. Как-то так. Что в первую очередь нужно мне? Что в первую очередь нужно мне? Поставить магазин. Потому что от магазина очень многое зависит. Потому что там будут продаваться какие-то блоки, которых у меня нету. И, ну, которые можно будет скрабить. Допустим, вот продаются батареи. По пять тысяч. Покупаю сразу все. Покупаю сразу все. Устанавливаю. Пускай... Ну, хотя нет, пускай они у меня будут. Понятное дело, что можно не покупать. Можно скрафтить. Но тратиться тоже... Ну, как сказать, тратить время на крафт, это довольно-таки тяжело. Дальше. Дальше. С чего начать... С чего начать постройку базы? Как бы то ни было, начать нужно со складов. Потому что мне нужны ресурсы, которые я буду складировать. Да? И вот с них как раз-таки нужно начать. Но! Сразу говорю, что база еще должна начинаться не только со складов, но и в данный момент, наверное, в первую очередь желательно построить какое-то устройство, которое бы уже мне начало крафтить предметы. Допустим, фабрикатор. Поставим. Поставим. Но для начала нужны кучи конвейеров. Давайте же где-то вот здесь вот... Стоп, я не туда. Конвейер, да. Эх, это я подумал, что у меня так много конвейеров. А на самом деле у меня их очень-очень-очень мало. И конвейеры, скорее всего, придется строить в первую, наверное, даже очередь. Я, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, что в первую очередь и нужно. Потому что понадобится, скорее всего, очень-очень многое. Так, ладно, допустим, вот здесь вот будет, ну, к примеру, здесь будут блоки. То есть они будут создаваться и падать вниз, вот куда-то вот сюда, вот вниз. Окей. Предположим. Давайте где-нибудь такое вот наметим. Вот так вот. Оп, 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 оп. Отлично. Предположим, так. Следующее, следующее. Ставим, допустим, фабрикатор. Один фабрикатор. Смотрим, что он у нас может сделать. К сожалению, он не может сделать вентуровские, да, вентуровские устройства. И вот это вот печально, потому что я хотел сделать вентуровские. Фабрикатор вентуровский, скорее всего, купить я тоже не могу, да? Да, вентуровский фабрикатор я тоже не могу купить. Как и геокорпус. А, нет, геокорпусский утилизатор зато могу купить. Это неплохо. С вентуры, наверное, что-то нужно придумать. Так, давайте здесь еще радарчик поставим для удобства. Блин, так вот. Вот так вот, наверное. И по-хорошему, по-хорошему, сейчас бы переработать все лишние блоки, которые у меня есть. Интересно, вот из этих что-нибудь перерабатывается? Так, ну ладно, окей. Что мне нужно в первую очередь скрафтить? Наверное, конвейер, да? Очень большое количество конвейеров. И я бы, наверное, себе еще сделал склады. Да и, в принципе, и вот эту фабрику нужно сделать. Ну, короче, дофига чего нужно делать. И, как видите, очень многого нет. Допустим, вот этот склад нужен мне в любом случае, потому что он большое количество занимает место. То есть, 9 маленьких стаков он собирает в себе. То есть, он очень много может смещать в себя материала. Поэтому, наверное, с него и начнем. Я так думаю. Или с какого-то другого. Вот тоже, честно говоря, такой вот момент. Направление постройки я никогда какого-то четкого у меня не был. То есть, я по надобности что-то всегда строил. Сначала, допустим, нам нужно открыть вот этот вот 9 маленьких стаг, да? То есть, склад. Как его можно открыть? Очень простым образом. Да, мы должны скрафтить себе какой-то такой... Точнее, стоп. Мы должны сюда подать ресурсы, которые нужны для этого. Каким образом это можно сделать, не собирая ресурсы? Сделать их в утилизаторе. Так, так. Значит, нам нужен склад. Нам нужно немножко конвейеров. Вот так вот. И утилизатор. Допустим, мы ставим утилизатор куда-то вот сюда. Утилизатор, кстати, надо будет где-то вот здесь внизу ставить. Блин, мне прикольно. Так нравится базу строить. То есть, у него не в обычном... Не на плоскости, да? То есть, не в обычном месте, так скажем. Смотрим, что нужно. Допустим, так, опускаем. Так, нам нужна... Родитовая руда, которая перерабатывается у нас вот в этом обрабатывающем заводе. Обрабатывающий завод мы сразу можем поставить где-то вот сюда, к примеру. Все, отлично. Родитовая руда. Как мы можем посмотреть, что дает родитовая руда, да? То есть, какой блок дает родитовую руду? Ну, вот здесь вот, понятно, нет. Здесь вот батарейки дают. А вот здесь вот, допустим, радиусовая капсула. Тек-тек-тек-тек-тек-тек. Батарейки это... Блин, батарейки-то мне сейчас самому нужны. И вот сейчас, опять же, проблема, да? Проблема найти нужный блок. Значит, нужно отправляться в путешествие. Здесь нужна люксовая. Я вот люкс вижу. И, ну, собственно, кусок фиброны. Это у нас обычное дерево. А вот это, я, честно говоря, не помню, где это радиусовая капсула вводится. Но сейчас я ее найду. И, опять же, чтобы как-то вообще что-то собирать, да? Что-то как-то вообще приобретать. Можно построить отдельное устройство, которое нам будет, допустим, ну... Как бы это правильно выразиться-то? Так, стоп. Опять я не туда зашел. Которое нам будет возить предметы. Ну, можно, конечно, воспользоваться тем, что есть. Ну, вот, к примеру, у меня есть вот такие вот станочки. Мы их, давайте, где-то вот здесь вот поставим пока что. Так, вот. Давайте вот так вот перенесем. И вот так вот. И вот так вот. И, в принципе, этого достаточно. Можно отправляться на поиски ресурсов. Да и, в принципе, наверное, самые редкие ресурсы и так можно заметить всегда. Они, ну, как бы это сказать... Конечно, вы сразу не поймете. На них не написана какая-то редкость, да? Но, допустим, вот это вот у меня точно уже нужно. И, блин, опять же, нужны буры сразу, да? То есть нужно заменять, допустим, вот эту часть бурами. Хм. Можно попробовать, кстати. Ну, вот, как видите, я установил себе буры. В принципе, этого достаточно, чтобы бурить какие-то основные ресурсы. Да вообще, все достаточно бурить. Кстати, я вон там вижу, видите, такие всплески. Это значит, что там можно установить буровую установку. Бурю, ты серьезно? О, боже. Я понимаю теперь страдания, которые мне предстоят. То есть, вот видите, то есть, я не мог срубить этот блок, потому что он находился, вот, ну, как бы, выше меня. Так, давайте посмотрим, что там. О, давай, 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 давай. Отлично. Что я здесь могу добыть? Давайте-ка посмотрим. Сейчас мы сразу определим. Вот, кстати, прям отлично. Именно тот ресурс, который мне нужен. При этом, при всем, я могу здесь ставить автошахтер, и он начинает добывать, он начинает добывать материал, который мне нужен, ребят. Только давайте его немножечко развернем. Вот так вот, к примеру, да, чтобы он выбрасывал сюда. И что нам нужно еще? Деревья. И давайте соберем территорию. Как видите, нужные ресурсы для складов оказались прямо рядышком. То есть, вот здесь вот мы еще можем собрать. Тоже вот это вот. Сразу нам дается, даются новые блоки, потому что мы выполнили задание по уничтожению там. Кабина, отлично, отлично. Кабина, это шикарно. И, ого, склад такой здоровенный. Чего-чего? Кто это тут у нас? Кто это у нас тут приехал? Кто это повоевать хочет? Малыш тут такой, типа, я, что-то творится. А тут оказалось не его территория. В общем, сейчас выработает мне этот шахтер все ресурсы, и мы продолжим. Так, блоки-то я добыл, только вот базу пришлось защищать, потому что ее начали уничтожать. И приехал тут, половина уже была размомлена. И, как видите, произвел небольшие модернизации. И немножко перенастроил всю базу. Так, окей, теперь нужно загрузить вообще все эти ресурсы на склад, потому что ресурсов-то я привез достаточно много. А вот загрузить их, наверное, все-то не получится, но мы попробуем. Так, для этого нам нужно что? Для этого нам, опять же, нужен небольшой конвейер. Потом нам нужно... Ага, ага, нам нужен магазин. Так, давайте вот так вот здесь прям поставим его. Нам нужно теперь в магазине купить вот такой вот один конвейер. Так, мы его здесь можем сразу же вот так вот повернуть. И, в принципе, мне, наверное, хватит моих конвейеров, которые у меня остались. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И да, есть большая штуковина вот такая, которая как раз-таки загружает, забирает все блоки. И они, как видите, по конвейерам поехали. Мы можем вот прям вот так вот как-нибудь встать, вот так вот, чтобы он прям загружал со всех сторон. Все. То есть, как видите, все, система заработала. Как видите, блоки пошли уже по требованию, да? То есть, по требованию системы. Так, опять смотрим. Ну, вот у меня не хватает, конечно. Но много что нужно скрасить. Но здесь, здесь что нам еще нужно обязательно добавить? Нам нужно закруглить, зациклить систему, да? То есть, зациклить систему. Для этого нам нужен, во-первых, нам нужны конвейеры, потому что у меня кончились. Здесь, да, это раз, два, три, четыре. И прям вот много-много-много-много-много-много пригодится. Так, давайте здесь черную дыру поставим. И вот так вот. Видите, вот здесь вот остались, да? В сторонке. И чунг! Готово. Да, именно готово. Так, теперь мне нужно немножко перенастроить всю эту систему. Так, смотрите, мы берем так-так. Допустим, ну, где-то здесь вот так вот ставим. И здесь, допустим, вот так вот ставим. Этот склад мне нужно убрать, потому что он уже нерентабельный. Здесь, ну, давайте вот так вот. И вот так вот пока что поставим. Этот склад убираем. Да, именно убираем. К сожалению, именно так. Так, и берем, конечно же, более мощный склад. Вот так вот. Ресурсы пошли. Он уже может в себя больше, ну, как бы впитать, да? То есть, больше блоков взять. Так, здесь мы давайте вот так вот еще проделаем. И сразу же заказываем еще один, наверное, склад. Прям вот моментально. Потому что, ну, два там... На самом деле нужно для самой огромной базы, что, кстати, в этом сезоне я тоже хочу проверить. Я хочу построить стандартную крафтовую базу и посмотреть, перестала ли она лагать или нет. Потому что фпс там проседал до 10. То есть, ну, вообще, вообще очень-очень мало. Так, и вот сейчас мне нужно, опять же, зациклить систему. То есть, мы делаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И понеслась. То есть, просто мы зацикливаем систему, что ресурсы, которые не идут уже... Так, не хватает немножечко. Ресурсы, которые не попадают в... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. который не попадает в крафтовый ну как бы крафтовую систему они проходят дальше то есть но крафтовая система это вот здесь вот да то есть понятно что здесь сейчас только крафт происходит ты все они возвращаются обратно в те блоки которые в те ресурсы точнее блин туда куда нужно все вот опять заново круг опять пошел то есть если ему нужно какие дополнительные ресурсы он пожалуйста вот вырабатывает так окей сейчас мы еще один склад строим теперь нам нужно еще построить в первую очередь нам нужно построить вот это вот но здесь уже как видите другие ресурсы карбитовая руда и оливые жилье плюмбовая руда тоже не проблема ну давайте попробуем создать смотрим где у нас оливое желе я знаю на самом деле где оливое желе используется только в двигателях если я не ошибаюсь да то есть эластичный кирпич нет не то так тогда я тогда я реально эластичный кирпич оливое желе блин такой достаточно очень редкий ресурс я вот помню что я с ним довольно-таки серьезно возился ну ка давайте мне просто даже интересно серьезно где это вот оливое желе можно найти давайте посмотрим здесь нету 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 везде все можно найти а вот оливы вот собственно говоря ну понятно логично так опять же нет нет вообще очень мало мало блоков где где его можно давайте я поищу и продолжу в блоках геокорпс ой гсо я не нашел поэтому ставим фабрикатор да именно фабрикатор смотрим в нем то есть фабрикатор геокорпс теперь ставим то есть смотрим в нем может быть в нем есть какие-то блоки которые дают этот ресурс вот ребят я нашел оль ольитовое желе вот оно оно дается в крепком колесе геокорпс но вся проблема в том что смотрите одно одно дается и тут титановые руды резиновое желе то есть конечно мы можем использовать но при этом при всем если у нас переработчик да есть утилизатор отлично кстати тогда мы вот эту часть вот так вот выкидываем а здесь ставим утилизатор да ну-ка давай-ка давай нормально что да нормально вставай пожалуйста будь как вот отлично встал и теперь мы можем спокойненько вот так вот сделать и оп знаете я теперь понимаю зачем зачем понадобится такое большое количество колес вот что я теперь понимаю точно и видите в чем проблема да но вы прекрасно это видите потому что огромное огромное просто количество ресурсов сейчас пойдет и она забьет эту всю систему да давайте попробуем знаете какую вещь сделать не интересно кстати допустим мы ставим вот так вот ресурсы сразу уходит но мы ставим допустим ну а чего мы хотим избавиться мы допустим хотим избавиться вот от этого но от титановой руды допустим 5 титановую руда ставим здесь об так есть фильтр уже готов и ставим здесь вот так оп таким образом мы избавляясь от титановой руды допустим окей сейчас погодите это эту систему нужно дорабатывать система фильтрации да так скажем ее нужно доработать сначала давайте карбитовую руду еще найдем а вот станет не то ну допустим плюмбитовая руда ну вот она вот собственно говоря простое гсо колесо опять геокорпус нас выручает вот здесь вот в этом буре есть допустим карбитовая руда так и погнали да то есть что нам нужно нам маленький нужен бур который у меня в принципе есть я думаю две штуки вот сюда я запихаю этого достаточно будет и здесь допустим мы берем вот это колесо здесь так как удобней кстати вот удобней выставлять нет немного предметов выставлять ну ладно окей здесь теперь точно нужно фильтрации нужно отсеивать лишние лишние так сказать так окей карбит пошел по моему до карбит нет и гонит карбит еще не выработался но сейчас допустим плюмбом выработается точно и кстати 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 я уже неправильно немножко делаю знаете почему потому что здесь же у меня вот опять же я поторопился немножко у меня же есть уже второй склад блин но но посмотрите допустим вот эта система который вот я здесь сделал да то есть но вот здесь вот она уже сюда не влезает только с этой стороны вот допустим эти блоки мы убираем да и здесь только она влезть то есть какой-то какая-то очистка получится только вот теперь с той стороны или с этой то есть нужно именно оставлять место под это чтобы взять и выставить какую-то вот очистку теперь же теперь мы можем либо ну двойной крафт делать либо продавать какие-то блоки ту ту же допустим тот же титановый блок допустим да то есть блин вот по-моему также можно делать ай ну ладно понятно тоже титановый блок допустим вот так вот здесь выставляем вот так вот и суда ставим вот так вот то есть он теперь крафтить титан более продвинутый титан из денег зарабатывая при этом больше ну вот как-то первые первые несколько предметов пошли уже в производство что нам еще нужно вообще на самом деле много чего нужно нам нужно очень много конвейеров производить нам нужно очень большое количество складов я постараюсь за кадром это сделать и сделать довольно приличное количество конвейеров угловые всяческие конвейеры эти конвейеры нам нужно фабрикаторы компонентов сделать продвинутые блоки компонентов ну и потихонечку а потихонечку модернизируется модернизируется так что еще и левелы прокачивать в общем работает дофига но начальная база уже такая вот присутствует довольно таки неплохая потому что я сразу сказал в предыдущей серии что переработка и настройка вот всей этой базы займет не одну серию поэтому придется потратить довольно приличная серия приличное количество серий на это почему потому что я хочу показать досконально очень подробно все вот все какие-то такие нюансы по постройке базы посмотрим что из этого выйдет посмотрим как что получится еще хотелось бы сделать устройство которое будет мне ездить и добывать блоки кстати как у нас вообще нормально блоки отдаются а ну вот отлично вот так буры починились коем веке тут надо силовое поле регенерационные точнее поле увеличивать в разы потому что у меня появился допустим блок вот этот вот посмотрите вот он ремонтный блок хавки кстати я по-моему по моему могу где-то здесь сделать нет как-то как-то там подлезть наверно можно вот оп вот так вот а идеально просто идеально серьезно не знаю как мне это удалось но я это сделал подлез ну вот как то так всем всего удачи и пока